Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 ноября, Православная Церковь совершает память апостола и евангелиста Матфея. Святой апостол Матфей был апостолом из 12. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей для Рима. Услышав глаз Иисуса Христа «иди за мной», он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святаго, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, оставшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие по Матфею стоит первым. Написано на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа, как пророка и законодателя, царя над миром невидимым и видимым, и первосвященника, приносящего жертву за грехи всех людей. Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил нескольких идолопоклонников к вере во Христа, основал церковь и построил храм в городе Мермены, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно молил Бога об обращении эфиопов, во время молитвы явился ему сам Господь в образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив плодов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол внес жезл ко храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны, Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой и поставив вокруг двенадцать идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный Эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу в шестидесятом году. Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться этому единому истинному Богу. В ту же ночь к епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег моря и обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея прощения, после чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, который дал ему по оповелению Божьему. Фулвиан впоследствии принял епископство и продолжил дело просвещения своего народа. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, во святом крещении Матфея, преподобномученика Филумена, святогробца, хасаписа, архимандрита, священномученика Федора Колерова-Пресвитера и с ним мучеников Анани Байкова и Михаила Балдакова, священномучеников Иоанна Цветкова, Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьева и Михаила Абрамова-Пресвитеров, преподобномученика Пантелеймона Оржаных-Игумена, мученика Дмитрия Спиридонова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименинства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова